Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратура Чувашской Республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи связана с защитой прав граждан при участии в долевом строительстве жилья. Согласитесь, участие в долевом строительстве жилья всегда связано с определенным риском для граждан. Ведь на момент заключения договора и выполнения обязательств перед продавцом по оплате его стоимости жилья, как такового, как правило, еще нет. Как правило, строительство жилья еще не начато, либо находится на стадии строительства. К сожалению, в практике встречаются случаи, когда продавцы, в том числе застройщики многоквартирных домов, получив деньги от граждан-дольщиков, не всегда спешат выполнить свои обязательства. Как не купить кота в мешке и подстраховать себя на случай недобросовестности застройщика или продавца жилья в будущем? На что нужно обратить особое внимание, чтобы не попасться на удочку мошенников, выдающих себя за продавцов? Как поступить, если строительство дома и сдача в эксплуатацию затягивается? Какие существуют механизмы защиты и поддержки обманутых дольщиков? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателя прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Олегович Солковов. Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Здравствуйте. Дмитрий Олегович, тема нашей передачи посвящена защите прав граждан при долевом участии в строительстве жилья. Я думаю, стоит разъяснить нашим телезрителям, какие законодательные акты регулируют эти отношения, что необходимо знать гражданам, какие нормативные правовые акты, законы, для того, чтобы быть оседомленным в этих вопросах и подстраховаться на тот случай, если все-таки его попытаются обмануть. Хотел бы отметить, что основным нормативным правом актом, регулирующим участие граждан в долевом строительстве жилья, на сегодняшний день является федеральный закон от 30 декабря 2004 года, номер 214 ФЗ, об участии в долевом строительстве на квартирных добов иных объектов недвижимости и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Рекомендую гражданам, которые намереваются приобрести жилье в таком порядке, сначала ознакомиться с данным документом. Почему? Потому что в нем содержится положение как и о существенных условиях договора долевого участия, которые должны быть в нем зафиксированы. Содержатся требования к застройщику, то есть те требования, при соблюдении которых застройщик вправе привлекать денежные средства граждан на строительство, а также иные требования, которые носят существенный характер. Есть ли другие нормативные права, в том числе, может быть, принятые органы государственной власти Чувашской республики, которые регулируют эти отношения, связанные с участием в долевом строительстве жилья? Да, такие нормативные права акта есть в каждом субъекте, в том числе и в нашей республике. К их числу можно отнести и закон Чувашской республики о защите прав граждан, участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. И постановление Кабинета Министров Чувашской республики, которое определяет порядок введения реестров проблемных объектов, пострадавших граждан на действий застройщиков. А также приказ Минстроя Чуваши, который определяет порядок проведения проверок в отношении застройщиков, то есть реализация Минстроем своей функции по контролю в области долевого строительства жилья. Итак, гражданин решил все-таки стать участником долевого строительства жилья. На что необходимо обратить внимание, прежде чем заключать сделку? Во-первых, нужно выяснить непосредственно, кто является застройщиком, то есть тот, кто будет строить этот многоквартирный дом. Как я уже отметил, застройщик должен отвечать определенным критериям. В законе о долевом строительстве есть перечень требований к застройщику, при соблюдении которых он вправе привлекать денежные средства. Я думаю, что нашим телезрителям было бы не лишним разъяснить, что из себя представляют эти документы, которые должны быть у застройщика. Согласно действующему градостроительному кодексу, разрешение строительства – это документ, который предоставляет право строить многоквартирный дом на конкретном земельном участке. Данный документ выдается органами самоуправления, но не просто так, а при соблюдении целого ряда условий. Для того, чтобы получить разрешение на строительство, застройщик должен пройти ряд согласований, в том числе практически всем многоквартирные дома, которые строятся с привлечением денежных средств граждан, их проектная документация проходит экспертизу. То есть, в принципе, исходя из проектной декларации, уже можно понять, что из себя представляет застройщик, какие вообще у него объекты были построены до строительства данного многоквартирного дома, нарушались ли сроки его до эксплуатации, соответственно, какое его финансовое состояние, имеется ли у него кредитоверская задолженность. То есть, в принципе, уже можно подчеркнуть определенные сведения для того, чтобы гражданину уже было известно, что из себя представляет застройщик. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Эта информация дает общее представление о застройщике, об опыте его работы на рынке строительства жилья, привлечения граждан к возведению к строительству многоквартирных домов. Указывает на, в принципе, признаки добросовестности или недобросовестности каждого конкретного застройщика, поскольку там, как вы уже отметили, тоже есть информация, соблюдаются ли застройщикам сроки передачи, сроки ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, передачи их дольщикам. Могут ли предоставлены оригиналы документов каких-либо, в частности, в рамках информации о проекте строительства. То есть, можно ли посмотреть не просто информацию, которую разместил сам застройщик, но и оригиналы документов. По законам предусмотрено, что такие документы, основополагающие как разрешение на строительство, православные документы на земельный участок, на котором ведется строительство, проектная документация со всеми изменениями, эти документы подлежат представлению любому участнику дольевого строительства, то есть тому лицу, который непосредственно заключил договор со строительством. То есть, вы говорите, такие документы должны быть предоставлены именно участнику дольевого строительства, а вот что делать с гражданином, который еще только собирается заключить такой договор, и, соответственно, хочет уже заранее знать, есть ли разрешение строительства, допустим, у данной организации. Как ему уточнить, как ему увидеть эти документы и уточнить информацию о наличии такого разрешения строительства, например? Я бы рекомендовал, в случае, если гражданин сомневается в достоверности опубликованных в проектной декларации сведений о застройщике, об объекте строительства, в частности, о том, выдавалось ли разрешение застройщику, для строительства какого объекта выдавалось данное разрешение. Гражданин вправе истребить информацию в соответствующем органам местного управления, в частности, если это город Чебоксары, то в администрации города Чебоксары выдавалось ли такое разрешение конкретному застройщику. Но я думаю, что добросовестный застройщик, в принципе, и сам не откажет предоставить такой документ любому заинтересованному лицу, если у него такой есть документ. Я думаю, да, потому что, в принципе, каждый застройщик, он заинтересован в привлечении денежных средств. Они осуществляют предпринимательскую деятельность, и цель каждого субъекта, который такой деятельность осуществляет, продать эту квартиру, исполнить обязательства перед гражданами. Хорошо. Вот мы внимательно и подробно изучили документы. И теперь гражданину необходимо заключить договор, определенный договор, сделку с достройщиком. Вот на что ему необходимо обратить внимание? В какой форме должен быть заключен договор? Как этот договор называется? То есть какие условия у него должны быть прописаны? Во-первых, договор долевого участия в строительстве жилья должен быть заключен в письменной форме. Во-вторых, он подлежит обязательной регистрации в органах Росреестра. Вы говорите, что должен быть обязательно заключен договор долевого участия в строительстве жилья. Бывали ли случаи, когда вместо этого договора заключались какие-то другие договоры, которые, в принципе, не предусмотрены законом? В практике вообще? К сожалению, в практике такие случаи бывают. Иногда, редко, но такие случаи бывают, когда с целью обмана граждан недобросовестные застройщики, либо лица, которые хотят обмануть, нажиться на простых людях, привлекают денежные средства путем заключения договоров займа, договоров инвестирования, предварительных договоров купли-продажи. Не имея не то чтобы намерения, а надлежащих даже документов. Надежнее всего, конечно, покупать квартиру непосредственно у застройщика. Да и в ряде случаев это дешевле, чем покупать ее у посредников. На какие условия договору участия в долевом строительстве жилья необходимо обратить особое внимание? Что должно быть в этом договоре? Согласно закону, договор участия в долевом строительстве жилья обязательно должен содержать следующие условия. Первое, на чем хотел бы остановиться, это конкретный объект, то есть квартира, которая должна быть передана участнику долевого строительства. Второе, на что хотелось внимание обратить, это срок, очень важный, срок передачи застройщикам объекта капитального строительства, участникам долевого строительства. Третье, это цена договора, сроки и порядок ее уплаты. И, наконец, на чем хотел бы остановиться, это гарантийный срок, который застройщик дает на объект долевого строительства. В законе установлен срок 5 лет, в целом на объект и 3 года на инженерную и коммунальную инфраструктуру. Также следует отметить, что в текущем году вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве, которые также предусмотрены и способы обеспечения исполнения застройщикам и обязательств перед гражданами. Для того, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства, граждане смогли либо завершить строительство этого дома на квартиру, либо получить денежные средства, которые они потратили и инвестировали в строительство. Хорошо. Я так понимаю, что вообще эти нормы начали действовать, я имею в виду, связаны с обеспечением обязательств застройщика только с этого года. То есть это касается тех объектов, которые получили разрешение строительства уже с этого года. Я правильно понимаю? Да, это новеллы законодательства об участии в долевом строительстве. И данные нормы применяются только на квартирных домах, разрешение на строительство которых выдано в этом году. Имелись ли в Чувашии случаи, когда осуществлялось строительство на квартирных домах без разрешения на строительство? Да, к сожалению, такие случаи бывают. В качестве свежих примеров хочу отметить следующий. В ходе мониторинга сети интернет был выявлен факт продажи квартир и апартаментов на квартирном доме, местоположением которого указана город Чебоксар, улица Энгельса, позиция 1Б. Проведенная органами прокуратуры, контролирующими органами проверка показала, что, во-первых, земельный участок, находящийся по этому адресу, предоставлен его арендатору для строительства административно-торгового комплекса. Во-вторых, разрешение на строительство каких-либо объектов, в том числе на квартирных домах на данном земельном участке, администрации города Чебоксара арендатору либо иным лицам не выдавалось. В этой связи по факту выполнения строительных работ, в частности устройства котлована, решением арбитражного суда в марте этого года застройщик был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 9.5. То есть это нарушение установленного законом порядка возведения строительства объекта, капитального строительства. В настоящее время данное решение не вступило в законную силу. Получается, что те лица, которые попытаются заключать договоры купли-продажи на объекты недвижимости, расположенные в данном доме, с кем-либо, фактически они становятся юридически незащищенными. То есть поскольку действительно надлежащих документов-то нет, нет права у застройщика на привлечение средств для участников строительства. Я правильно понимаю? Да. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Название «Два капитана» у учеников 4-й Чебоксарской гимназии, вероятно, будет ассоциироваться не только с произведением из школьной программы. Так называется многоэтажный административно-торговый комплекс, который, согласно проекту, должен появиться буквально в нескольких десятках метров от школы. Посмотрите, какое состояние до спортивной площадки. Ну это же вообще вот как бы... Здесь же въезд в школу был у них, получается. Да, здесь был въезд в школу. Это наверняка пожарный заезд в школу там, да? Посмотрите, вот. Ну вообще абсурдная ситуация, конечно. Стоя на краю котлована, народные избранники задались вопросом, как вообще можно было выдать разрешение на строительство такого объекта в данном месте. После жалоб учителей и родителей застройщику даже пришлось судиться с администрацией города. Однако пока Фемида упорно стоит на стороне застройщика. Стоит пройти несколько десятков метров от этого участка, как Зору предстает другой пример. Вероятно, не таким представляли себе вид из окна жители окружающих домов, когда приобретали квартиры. Участок на стадии незавершенного строительства нынешний застройщик приобрел у предыдущего хозяина. Обещал городским властям построить многоуровневые парковки и офисные здания. А собрался строить жилье, считают специалисты. Однако по закону для этого участок застройщик должен был получить через аукцион. Уже это года три идет, у нас бодяга, мы им говорим нет, строить офисное помещение хотим в определенную зону перевезти, где они не смогут строить жилье. Они разными путями, немытьем-то катанием, там уже теперь на прокуратуру вышли. Но на этом участке по проспекту Мира строят то, что и должны, автомойку. Только вот получился объект в два раза больше, чем был запланирован. Автомойка на два поста. Ну, мы сразу видим, что тут раз, два, три. Это, теперь, она должна была быть одноэтажная с подвалом. Мы видим здесь второй этаж, маленький клочок земли, а строят то, что хотят. Примерно такая же ситуация со зданием на Марпосадском шоссе. Там за основным посадом скрывается незаконная пристройка. Автор этой идеи, вероятно, рассчитывал, что ее никто не заметит. Ну, а здание будущего кафе на Игерском бульваре прятать никто и не думал. Здесь проект исказили открыто, отметили депутаты. Это все лишь примеры таких объектов в городе значительно больше. Контролировать ситуацию призвано муниципальный земельный контроль. Там по подобным объектам готовят документы и передают в суд. Что касается этих объектов, то иногда какой-нибудь лишний этаж, может быть, и не принесет городу особого вреда. Однако здесь важно создать прецедент вплоть до сноса, чтобы впредь игнорировать разрешение нормы было неповадно. Так или иначе, увидено сегодня и то, какие меры можно предпринять, депутаты еще обсудят на комиссии. В отношении к поддалевому строительству ведь принимает участие не только застройщик и сам непосредственно гражданин. Ведь разрешение на строительство, волтоисплотацию осуществляют органы местного управления. Согласитесь, если со стороны органов местного управления допускается нарушение законодательства, то это тоже может повлечь, в том числе и нарушение прав граждан, участников удалевого строительства и жилья. Ведь те договоры, которые заключили граждане с застройщиками, они могут быть признаны недействительными только на том основании, что орган местного управления допустил нарушение на каком-то этапе выполнения своих полномочий при участии, в том числе, в удалевом строительстве и жилья. Все ли здесь в порядке? В ходе осуществления прокурорского надзора органами прокуратуры выявляются факты нарушений и в действиях органов местного управления. В частности, имеет место в случае незаконного предоставления застройщикам земельных участков для строительства на квартирных домов. К примеру, в прошлом году по иску прокуратуры республики арбитражным судом признан недействительным договор аренды земельного участка, который был предоставлен администрации города Чебоксары некоммерческому партнерству «Ривьера» с содействием строительства. Данный земельный участок был передан застройщику путем заключения договора аренды земельного участка без обязательной процедуры проведения аукциона на право заключения такого договора. В настоящее время сколько в Чувашской республике насчитывается проблемных объектов, от которых действительно граждане не могут получить жилье, хотя все сроки уже установленные вышли? В настоящее время на территории республики имеется пять проблемных квартирных домов, строительство которых велось в привлечении денежных средств граждан, и строительство которых до настоящего времени не завершено. Все объекты находятся в городе Чебоксары, количество обманутых дольщиков составляет на сегодняшний день 315. Органы государственной власти, органы местного управления принимают ли какие-либо меры для того, чтобы все-таки поддержать обманутых дольщиков и привлечь новых застройщиков, которые бы достроили эти объекты и, соответственно, сдали бы эксплуатацию на квартирные дома? Да, органами государственной власти республики и органами местного управления проводится системная работа по решению вопроса завершения строительства проблемных домов и передачи квартир гражданам. В частности, хочу отметить, что на уровне республики принят закон, предусматривающие меры по защите прав обманутых дольщиков, к примеру, 28 семей, состоявших на учете лиц, нуждающихся в жилых помещениях, в органах местного управления, они получили во внечередном порядке квартиры из Государственного жилищного фонда Чувашской республики коммерческого использования. То есть люди, у которых действительно не было другого жилья, они не остались на улице, они получили квартиры, и государство таким образом оказало посильную помощь. Кроме того, органами власти местного самоправления оказываются иные, принимаются иные меры в целях завершения строительства проблемных объектов. В том числе предусмотрено субсидирование из республиканского бюджета расходов по завершению строительственных квартирных домов, которые взяли на себя новые застройщики. Вы сказали, что эти граждане получили квартиры государственного фонда, жилищного фонда коммерческого использования. То есть я так понимаю, что они все равно платят какую-то арендоплату, но она не настолько большая, я так понимаю, правильно? Да, совершенно верно. То есть она значительно ниже рыночной? Ниже рыночной. Скажите, пожалуйста, В. Олегович, есть ли контролирующий орган, в который можно обратиться гражданам, которые все-таки пострадали от действия застройщика, точнее, от его бездействия, в том числе в случае нарушения срока сдачи объекта в эксплуатацию, нарушения передачи объекта телевого строительства до жилого помещения гражданина? Есть ли орган, который принимает такие жалобы от граждан и может принимать определенные меры? Да, такой орган есть. У нас в республике эти функции выполняет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики. Оно в соответствии с законодательством проводит плановые и внеплановые проверки в отношении застройщиков, проверяет соблюдениями требований законодательства в долевом строительстве. Обращения граждан, конечно же, будут основанием для проведения уполномоченным органом в отношении застройщиков вне плановых проверок, проверки доводов, изложенных заявителями, и принятия соответствующих мер. То есть они могут выдать и предписание об устранении выявленных нарушений закона и привлечь к административной ответственности за выявленные нарушения, за неисполнение предписания. Ну а в органы прокуратуры и органы внутренних дел тоже можно обратиться, я так понимаю? Конечно. Граждане вправе обратиться и в прокуратуру, и в органы Министерства внутренних дел. Каждое обращение будет рассмотрено, дана соответствующая оценка. В том числе при необходимости органы проводят совместные проверки. Спасибо, Дмитрий Олегович. А я еще раз напоминаю, что с нами был старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателя прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Олегович Соколов. Как видим, вопросы участия в делевом строительстве являются довольно сложными. Необходимо быть внимательными к каждой детали при заключении подобного рода сделок, дабы не попасть в просаг. Искренно хочется надеяться, что, вооружившись определенными знаниями, каждый из нас не даст себя обмануть. А контролирующие и надзорные органы будут работать не только на привлечение к ответственности но и на предупреждение о нарушении прав граждан. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова